Зал главного культурного центра Тувы полон людей. Собрались зрители фестиваля «Колыбель Маяковай» и семьи, которые прожили в браке в полной любви взаимопонимания не один десяток лет. Открывая вечер, глава Тувы Владислав Ховалых поздравил всех присутствующих с Днём Семьи, Любви и Верности и вручил государственные награды. Сохранение и защита семейных ценностей закуплены Конститутом России. Государственная поддержка семей является приоритетным направлением работы всех органов власти страны. В 2024 году президент России Владимир Владимирович Путин, а не один годом семьи. Для наших Тувы благополучие семей является основным фундаментом успешного развития. В республике более 96 тысяч семей, треть из которых является нововедным. Вручается супружеской паре Аяна Сергеевича и Ураны Анайуловны, Монгуш, прожившим в браке 34 года. Город Кызыл. Семейная пара Аяна и Уран Монгуш вручили государственную награду за любовь и верность. Супруги состоят в браке вот уже 35 лет. Как признается хранительница семейного очага Уран Монгуш, эти годы пролетели как один миг. За эти годы семейная пара стала счастливыми родителями троих сыновей, теперь уже взрослых. Младшему сыну уже 20 лет. В браке 34 года. У нас трое сыновей, восемь внуков. Живем 34 года рука об руку, плечом к плечу. У нас бывало и радости, и горести были, конечно. Друг друга поддерживали. Семья, главная основа семьи состоит во взаимопонимании. Мы с полуслова, с одного взгляда понимаем друг друга. В рамках Евразийского фестиваля колыбельной культуры «Колыбель Мая Кавай» в течение трёх дней состоялось более десятка мероприятий. Это различные творческие конкурсы для всей семьи, мастер-классы по изготовлению туинской традиционной колыбели «Кавай» и многое другое. А сегодня уже завершающий этап – торжественное закрытие концертной программой. Сегодня замечательный праздничный день. День семьи, любви и верности. И мы на нашей главной площадке театра имени Виктора Кокола празднуем день семьи, любви и верности. И параллельно мы закрываем наш замечательный фестиваль. Последний день фестиваля. Участниками проекта «Возрождение туинской национальной колыбели» стали творческие объединения из других регионов России и ближайших стран зарубежья. Так впервые в рамках проекта приехал хакасский ансамбль песни и танцев «Жаркий». Очень интересный фестиваль. И, наверное, он единственный в России или, может быть, в мире такой фестиваль. Очень познавательный, очень интересный. Конкурсанты традиционные, да, вот с деревень приехали. Это очень интересные корни, чтобы наша молодёжь, ваша молодёжь видела, как раньше это делали, сохранять это всё. Это очень интересно и познавательно. И мы сами научились, увидели, наше мировоззрение расширилось. Проект реализован с использованием гранта, предоставленного Российским фондом культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». Аян Шережик, заслуженный артист Республики Тыва, отметил значимость фестиваля и самого праздника Дня семьи, любви и верности. Да, сегодняшний праздник – это один из самых важных праздников, так как семья – это на самом первом месте. И для народа, для нации, для страны, я считаю, что это очень важный праздник. Есть определённые программы, которые поддерживает сам президент России. И поэтому по этим программам сейчас очень поддерживаются семьи, которые возрождают и молодые семьи. И для них, конечно, это очень большая поддержка для молодой семьи. И вся вот эта вот система поддержки молодых семей, я думаю, что это очень важно. Как отмечают организаторы проекта, целью фестиваля колыбельной культуры «Колыбель Маякова» является придание тувинской традиционной колыбели статуса этнокультурного достояния тувинского народа.